Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции «Богодухновенность библейских переводов». В предыдущей лекции мы дали определение церковного понимания богодухновенности Священного Писания. Но церковное понимание именно того аспекта богодухновенности, который мы назвали богодухновенность как акт или как процесс, когда бог открывает знания о себе, о сотворении мира, о своем отношении к миру и о своем промысле по спасению человека священному автору. И побуждает священного автора записать это откровение, обращаясь к своим современникам на понятном им языке в определенной исторической, культурной, религиозной обстановке. И вот когда священный автор записывает Божественное Откровение, он, по сути дела, формирует определенный текст. И поэтому, конечно же, можно рассматривать другой смысл, другой аспект богодухновенности Священного Писания. Это, собственно, тот текст, который вышел из-под пера священного автора. То есть записанный текст. И вот когда мы говорим о богодухновенности текста, встают два очень важных вопроса, связанных с этим понятием. Первый вопрос. Если текст, а в данном случае мы говорим о священном писании Нового Завета, богодухновенный, то разве могут быть разночтения в древних рукописях? Разве разночтения в древних рукописях не являются опровержением идеи богодухновенности? И второй очень важный вопрос. Допустим, текст, вышедший из-под пера священного автора, действительно богодухновенный, несмотря на различия в древних рукописях. А как быть с переводами? Ведь переводчику не было дано особое божественное откровение, а при этом мало кто из обычных христиан, живущих не в Греции, не в грекоязычных странах, читают священное писание Нового Завета по-древнегречески. Поэтому как быть, если мы читаем, например, церковнославянский или синодальный перевод священного писания Нового Завета, мы имеем дело с богодухновенным текстом или нет? И на первый, и на второй вопрос можно ответить, пометуя то церковное понимание или церковное определение богодухновенности, которое было дано в предыдущей лекции. Итак, вопрос номер один. Почему существуют различия в рукописях, древних рукописях священного писания Нового Завета? Нет ли здесь противоречия с нашим пониманием богодухновенности? Конечно же, никакого противоречия нет. Наоборот, те люди, которые ожидают, что в древних рукописях должен быть абсолютно одинаковый текст, и только это будет свидетельствовать о богодухновенности, они придерживаются иного, не церковного понимания богодухновенности, то, которое мы назвали механистическое или вербальное, когда человек выступает как автомат, всего лишь фиксирующий услышанные слова Божьи. Вообще говоря, то, что такого вербального механистического понимания богодухновенности не придерживались в ранней церкви, об этом можно говорить, это можно утверждать на примере Евангелия от Матфея, из истории древней церкви, из церковных авторов древности, мы с вами знаем, что Евангелия от Матфея было первоначально написано на арамейском языке, а после этого переведено на древнегреческий. Именно древнегреческий перевод и был настолько востребован в древней церкви, что арамейский оригинал, к сожалению, оказался утрачен. Так вот, если бы первые ранние христиане мыслили богодухновенность механистически, вербально, то, конечно же, они бы позаботились о том, чтобы оригинал арамейский Евангелия от Матфея не был утрачен. Получается, что достаточно было для ранних христиан именно древнегреческого перевода Евангелия от Матфея. И отсюда указание на то, что данное нами церковное определение богодухновенности, где речь идет, по сути дела, о передаче идей, передаче смыслов от Бога священному автору, такое понимание является корректным. Потому что любой, кто владеет языками разных языковых групп, особенно те, кто соприкасался с древнегреческим и древнееврейским, понимает, что это очень разные языки, что одни и те же понятия на этих языках выражаются очень различно. Но, тем не менее, с точки зрения современной филологии, любая идея может быть выражена на любом языке мира, хотя выражена с помощью разных конструкций. Значит, древние христиане обращали внимание именно на идеи, и для них было достаточно выражения божественных идей в древнегреческом переводе Евангелия от Матфея. Это уже само по себе полностью опровергает вот этот механистический вербальный подход. Вы скажете, хорошо, а почему вдруг возникли разночтения в древних греческих рукописях? И здесь, конечно, некоторые, к сожалению, заводят вот эту устаревшую и унылую песенку о ошибках переписчиков. Но на самом деле так утверждают люди, или не вполне разобравшиеся в вопросе, или просто упускающие полноту картины. Потому что из деятельности Оригена, одного из первых церковных деятелей, который занимался изучением Священного Писания на научной основе, его называют иногда или первым библистом, или даже отцом церковной библистики, из его деятельности нам известно, что он иногда сознательно вносил исправление в тексты Священного Писания Нового Завета, дабы имеющийся в тексте в целом смысл выразить более полно, более точно с его, например, точки зрения. Известен случай, когда Ориген располагал разными рукописями двух типов, говорившими о том, как называлось место, где крестил Иоанн Креститель на Иордане. В одних рукописях это место называлось по-гречески Вифания, мы сейчас произносим Вифания по-русски, а в других рукописях Вифавара, Вифавара по-гречески и Вифавара в русском произношении. Так вот, Ориген решил, что поскольку есть еще другие тексты в Евангелии от Иоанна, где описано место с таким же названием Вифания, находившееся рядом с Иерусалимом, то дабы у читателей не было путаницы, хорошо бы использовать именно вариант Вифавара, который иной по произношению. И таким образом с его подачи в александрийской традиции текста вместо Вифания по отношению к месту крещения Господа стал использовать термин Вифавара. Но сейчас исследователи приходят к выводу, что, вероятно, все-таки и рядом с Иерусалимом, и на реке Иордан существовали два поселения, или лучше сказать два места с одним и тем же названием Вифания. Получается, что Ориген действовал, но действовал не желая что-то исказить, а наоборот придать большую точность и полноту смысла. И вот когда мы смотрим на характер разночтений в древних рукописях, мы обнаруживаем, подавляющее большинство разночтений не являются смысловыми, то есть смысл не меняется, а меняется либо форма слов. Например, в одних рукописях это аорист, а в других уже перфект, либо добавляется или отсутствует определенный артикль. Бывает, что одни слова заменяются на другие, но синонимичны. И, конечно же, речь может идти о том, что те или иные редакторы-переписчики считали возможным и уместным оформить текст книг Нового Завета более литературно, там, где отсутствует определенный артикль, но он требуется с точки зрения греческой грамматики, они могли добавить и так далее. Практически всегда смысл текста не меняется, меняются оттенки, нюансы смысла. Это еще раз подтверждает, что и вот эти вот редакторы-переписчики не мыслили богодухновенность в механистическом или вербальном понимании, а не мыслили богодухновенность именно так, как мы ее сформулировали, то есть передачу смысла и стремились придать этому смыслу наиболее точную и полную форму. Второй вопрос. Как быть с переводами? Являются ли переводы богодухновенным текстом? Опять же, поскольку мы не принимаем, не следуем механистической теории богодухновенности, то мы говорим о том, что тот текст богодухновенный, который способен адекватно в своей форме выразить божественную идею, изначально открытую Богом священному автору. Поэтому можно утверждать следующее. Библейский перевод на другой язык является настолько богодухновенным, насколько адекватно и точно передает смысл оригинала. И вот здесь, конечно же, мы с вами приходим к другой проблеме, которая заключается в том, что переводчик, прежде чем передать смысл оригинала, должен для себя этот смысл усвоить. А вот при интерпретации, при толковании текста на языке оригинала существовали и существуют разные традиции. В настоящее время, конечно, разность в традициях преимущественно сводится к тому, является ли эта традиция конфессиональной, например, православная традиция, католическая, протестантская, они между собой отличаются. Ну и, конечно же, эта традиция может быть неконфессиональной, светской и даже скептической. И получается, что если переводчик предлагает то понимание, которое не соответствует пониманию именно оригинального древнегреческого текста, которое, например, не соответствует общей традиции православной церкви, и вот это иное понимание фиксирует в качестве перевода, мы говорим, данный перевод, с нашей точки зрения, в этом месте не является богодухновенным, потому что мы, православные, мыслим иначе. Ну, в качестве примера можно привести переводы свидетелей Иеговы, которые сознательно устраняют идею того, что Иисус Христос есть Сын Божий, равный Отцу, тоже является Богом, и всячески пытаются в своих переводах осветить лишь Его, как просто человека. Что касается переводов, конечно же, не следует ожидать и требовать, что переводчики будут находиться в каком-то особом экстатическом состоянии. Мы знаем, что в первом веке по Рождестве Христовом для того, чтобы утвердить авторитет перевода Септуагинт, или перевода семидесяти, древнееврейского перевода, осуществленного в Александрии, в Египте на протяжении третьего, второго, первого века до Рождества Христова высказывались предположения о том, что и сами переводчики Септуагинты во время перевода находились в неком особом пророческом состоянии. Об этом, в частности, можно почитать у Филона Александрийского. Но это было потому, что на тот момент к первому веку Септуагинта действительно была распространенной и ее авторитет был значительным. Но сейчас мы, конечно же, знаем, что даже хорошие, качественные переводы выполняются доверующими людьми, доблагочестивыми, но не находящимися в каком-то особом пророческом или экстатическом состоянии. Конечно, мы имеем замечательный церковнославянский перевод Священного Писания, который в ряде случаев показывает, насколько глубоко святые Кирилл и Мефодий отнеслись к формированию по сути дела нового церковнославянского языка. И церковнославянский язык не только грамматически во многом воспроизводит грамматику древнегреческого, это позволило сделать так, что когда мы читаем церковнославянский перевод, именно грамматические формы перевода соответствуют грамматическим формам древнегреческого оригинала. Но святые Кирилл и Мефодий в ряде случаев для перевода тех или иных греческих богословских текстов конструировали даже новые слова. Например, чтобы перевести слово харис, которое в древнегреческом языке означает милость, благоволение, снисхождение, некий милостивый дар, они использовали то значение данного слова, которое характерно, например, для Евангелия от Иоанна и для христианского богословия, то, когда Бог не только благоволит, но и одаривает человека, духовно одаривает. Поэтому термин харис они перевели специальным, специально сконструированным словом церковнославянским благодать. Это, конечно, указание на то, что они тщательно, внимательно или даже, можно сказать, гениально отнеслись к процессу перевода. Что касается синодального перевода, которым мы также активно пользуемся, и о нем можно сказать очень много добрых и теплых слов. Во-первых, следует помнить, что перевод этот осуществлялся на протяжении долгого периода в 19 веке, и понятно, что с современной точки зрения в нем есть какие-то недостатки. Он не просто нуждается в, скажем так, реорганизации или, может быть, в обновлении, но ясно, что требуются и новые переводы, которые основаны уже на других переводческих принципах. Мы с вами до сих пор пользуемся синодальным переводом, потому что им руководил святой в жизни человек, святитель Филарет Дроздов, Филарет Московский. Хотя, конечно же, сам процесс перевода был очень многогранен, многообразен. Известно, что когда осуществлялся синодальный перевод, он был распределен между разными духовными академиями, и нередко черновики поручали выполнять студентам духовных академий старших курсов. Так вот, студенты Санкт-Петербургской духовной академии, которые выполняли перевод черновиков некоторых пророческих книг Священного Писания Ветхого Завета, хотя и были людьми благочестивыми, верующими и грамотными, они все-таки оставались студентами. Для того, чтобы черновики они выполнили в срок, аудитории на первом этаже духовной академии закрывали на ключ снаружи, а студенты обязаны были заниматься переводом. Но весной им было очень скучно, они открывали окна и вылезали с аудиторией на первом этаже в метрополический сквер, куда уходили для того, чтобы немножко отдохнуть. Конечно же, это такая интересная, курьезная история, но она показывает, насколько многообразно человеческие силы, человеческие таланты задействуются в процессе такого сложного дела, как библейский перевод. Конечно же, в итоге они возвращались, и в итоге они доделывали перевод, этот перевод поступал уже в священный сенот для того, чтобы там его рассматривали, дальше занимались профессионалы, и эти переводы тщательно редактировались, но был и вот такой необычный момент. Конечно же, священное писание Нового Завета и особенные Евангелия сразу переводились профессионалами, и сразу же они передавались на высоком должном уровне. Поэтому наш с вами сенотальный перевод в очень многих отношениях, особенно то, что касается священного писания Нового Завета, очень хорош. Он точно адекватно передает именно церковное понимание древнегреческого оригинала, и поэтому мы можем его в целом также назвать богодухновенным. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры и подпишись и подпишись и подпишись субтитры и подпишись и подпишись и подпишись